Днем 15 декабря Выход террористов был приостановлен, на что с их стороны в ответ последовал обстрел КПП на дороге Рамуси, где находились представители гуманитарных организаций. Эта провокация поставила под угрозу шанс недобитым боевикам уйти живыми из восточного Алеппо, что вылилось в перестрелки между их группировками, потерявшими единство сразу же, как поражение стало очевидным. За исключением отдельных фанатиков, подавляющее большинство из них готовы грызть друг другу глотки, за очередь выйти первыми. Пока политики вновь пытались склонить боевиков выполнять договоренности, правительственные войска не приступали к зачистке еще оставшихся под контролем экстремистов районов. А там, где люди избавлены от бандитов, вновь расцветает жизнь. Сегодня искалеченный террористами старый Алеппо полон людьми так же, как это было до войны. После нескольких лет разлуки, жители города стремятся вновь увидеть святые для них места. Цитадель, мечеть Миядов, гробницу пророка Закарии. Несмотря на ужасающие разрушения, по древним улицам идет нескончаемый поток людей. И эти люди, идущие буквально по гильзам, перебирающиеся через завалами и обходящие воронки, счастливы. Спасибо большое, что Россия помогла освободить Алеппо. Дай Бог, мы его восстановим, и сирийский флаг будет вечно развиваться над цитаделью. Спасибо. Меня зовут Абдалла Беру, я из Алеппо. Пять лет не видел цитадель, и увидеть ее снова было моей мечтой. Слава Богу, сирийская армия освободила все районы вокруг крепости. Так выглядит теперь двор Великой мечети Алеппо, или мечети Амиядов, построенной в 8 веке. Это крупнейшая и старейшая мечеть города. До войны мусульмане всего мира мечтали попасть сюда. Здесь находится могила пророка Закарии. Захватив мечеть 4 года назад, террористы сразу же превратили эту святыню в укрепленный пункт, наплевав на то, что это объект всемирного культурного наследия. Боевиков из нее пришлось выбивать сирийской армии. Сделать это удалось буквально на днях. Тем временем, согласие правительства Сирии и руководства России на выход экстремистов из восточного Алеппо привело к серьезному обострению противоречий в рядах боевиков. 18 декабря их выход из восточных кварталов был возобновлен. Условием сирийского правительства стало предоставление безопасного коридора для эвакуации мирных жителей из шрицких деревень Фуа и Кафраи в провинции Идлиб, полностью находящихся под контролем экстремистов. Фуа и Кафраи уже 3 года находятся в полном окружении, практически без подвоза продуктов и медикаментов, колонны с которыми иногда пропускают боевики, шантажируя сирийские власти. Основное снабжение приходится получать по воздуху. Сирийский гарнизон спасает мирное население от расправы террористов, но ситуация там настолько критическая, что уже были случаи голодных смертей. В обед почти одновременно ушли колонны автобусов и машин скорой помощи и за жителями шрицких деревень, и за остатками боевиков в Алеппо. Весь день ситуация оставалась непонятной. До позднего вечера не было никакого движения, пока к пасу сирийской армии не подошла колонна автобусов, заполненных боевиками, а в сторону провинции Идлиб вновь не выдвинулась колонна пустых автобусов. Прошло уже более семи часов с того момента, как правительственные автобусы заехали на территорию подконтрольные боевикам. Они должны вывести членов террористических организаций и их семей в сторону квартала РШ-1-4. Ну а сейчас они были задержаны на последнем сирийском блокпосту. Сейчас мы направляемся туда, чтобы узнать, что же происходит. Мы сейчас находимся у коридора, по которому боевики покидают восточную Алеппо у дороги Рамуси. Как вы видите, сзади 50 автобусов с террористами и их семьями в сопровождении Красного полумесяца. Мы ждем возвращения колонн, ушедших на Фуа и Кафрию. Когда эта колонна с мирными жителями будет в безопасности, боевикам дадут выход. Если не выйдет колонна, мы продолжим наступление. Недавно Фуа и Кафрию направили еще несколько автобусов, потому что до этого боевики Нусри сожгли несколько машин. Есть информация о ранении сотрудника Красного полумесяца. Это все из-за проблем между Джабхат Фат Хашам, это бывшая Джабхата Нусра, и Ахра Рашам. Как оказалось, ранее выпущенные в провинцию Идли боевики Джабхат Ан-Нусра, которая теперь называется Джабхат Фат Хашам, сожгли около 15 автобусов, шедших в Фуа и Кафрае. Был убит водитель одного из автобусов. По неподтвержденной информации, погиб и сотрудник Красного полумесяца. Тем самым Джабхат Ан-Нусра помешала боевикам, конкурирующей с ними группировке Ахра Рашам, выйти из котла. Джабхат Ан-Нусра добивается того, чтобы устранить всех, кто может предъявить ей претензии за провал террористов в Алеппо. Ведь именно здесь она была главной силой оппозиции. После недавнего разгрома ее авторитет резко упал, и мелкие банды террористов, примкнувших к ней, могут сменить хозяев. На этом видео экстремисты утверждают, что автобусы режима Ирана были сожжены, чтобы отстоять честь Алеппо. После этого они призвали проснуться мусульманскую умму. Так что ни одна из террористических группировок не собирается складывать оружие. Они восстановят свои боеспособности, продолжат уничтожать мирных жителей. А возглавят их, как всегда, самая подлая и жестокая группировка. Ну а пока боевики из восточных кварталов Алеппо, среди которых, по нашей информации, есть и местный главарь Ахрар Ашшам, сидят в автобусах и ждут разрешения сбежать. И пока не ясно, будут ли спасены жители анклавов Фуа и Кафрая. Где люди, избавленные от бандитов, вновь рассветает жизнь. Сегодня, искалеченные террористами старые Алеппо, полон людьми так же, как это было до войны. После нескольких лет разлуки, жители города стремятся вновь увидеть святые для них места. Цитадель, мечети Миядов, гробницу пророка Закарии. Несмотря на ужасающие разрушения, по древним улицам идет нескончаемый поток людей. И эти люди, идущие буквально по гильзам, перебирающиеся через завалы и обходящие воронки, счастливы. Спасибо большое, что Россия помогла освободить Алеппо. Дай Бог, мы его восстановим, и сирийский флаг будет вечно развиваться над цитаделью. Спасибо вам. Спасибо. Меня зовут Абдалла Беру, я из Алеппо. Пять лет не видел цитадель, и увидеть ее снова было моей мечтой. Слава Богу, сирийская армия освободила все районы вокруг крепости. Так выглядит теперь двор... Мы сейчас находимся у коридора, по которому боевики покидают восточную Алеппо у дороги Рамусин. Как вы видите, сзади 50 автобусов с террористами и их семьями в сопровождении Красного Полумесяца. Мы ждем возвращения колонн, ушедших на Фуа и Кафрию. Когда эта колонна с мирными жителями будет в безопасности, боевикам дадут выход. Если не выйдет колонна, мы продолжим наступление. Недавно Фуа и Кафрию направили еще несколько автобусов, потому что до этого боевики Нусре сожгли несколько машин. Есть информация о ранении сотрудника Красного Полумесяца. Это все из-за проблем между Джабхат-Фат-Хашшам, это бывшая Джабхат-Ан-Нусра, и Ахрара-Шам. Как оказалось, ранее выпущенные в провинцию Идли боевики Джабхат-Ан-Нусра, которая теперь называется Джабхат-Фат-Хашшам, сожгли около 15 автобусов, шедших Фуа и Кафрае. Был убит водитель одного из автобусов. По неподтвержденной информации, погиб и сотрудник Красного Полумесяца. Тем самым Джабхат-Ан-Нусра помешала боевикам, ажируя сирийские власти. Основное снабжение приходится получать по воздуху. Сирийский гарнизон спасает мирное население от расправы террористов, но ситуация там настолько критическая, что уже были случаи голодных смертей. В обед почти одновременно ушли колонны автобусов и машин скорой помощи и за жителями шиитских деревень, и за остатками боевиков в Алеппо. Весь день ситуация оставалась непонятной. До позднего вечера не было никакого движения, пока к посту сирийской армии не подошла колонна автобусов, заполненных боевиками, а в сторону провинции Идлиб вновь не выдвинулась колонна пустых автобусов. Прошло уже более семи часов с того момента, как правительственные автобусы заехали на территорию подконтрольные боевикам. Они должны вывести членов террористических организаций и их семей в сторону квартала РШ-1-4. Ну а сейчас они были задержаны на последнем сирийском блокпосту. Сейчас мы направляемся туда, чтобы узнать, что же происходит. Великой мечети Алеппо, или мечети Амиядов, построенной в 8 веке. Это крупнейшая и старейшая мечеть города. До войны мусульмане всего мира мечтали попасть сюда. Здесь находится могила пророка Закарии. Захватив мечеть 4 года назад, террористы сразу же превратили эту святыню в укрепленный пункт, наплевав на то, что это объект всемирного культурного наследия. Боевиков из нее пришлось выбивать сирийской армии. Сделать это удалось буквально на днях. Тем временем, согласие правительства Сирии и руководства России на выход экстремистов из восточного Алеппо привело к серьезному обострению противоречий в рядах боевиков. 18 декабря их выход из восточных кварталов был возобновлен. Условием сирийского правительства стало предоставление безопасного коридора для эвакуации мирных жителей из шрицких деревень Фуа и Кафраи в провинции Идлиб, полностью находящихся под контролем экстремистов. Фуа и Кафраи уже 3 года находятся в полном окружении, практически без подвоза продуктов и медикаментов, колонны с которыми иногда пропускают боевики, шантажеры. Начавшийся днем 15 декабря выход боевиков продолжался всю ночь. Большей части различных группировок террористов удалось покинуть город под покровом темноты, но любые переговоры бандиты неминуемо заканчивают подлостью. Так, днем 16 декабря, при досмотре очередной колонны боевиков, выходящей из восточного Алеппо, оказалось, что они пытаются вывести с собой противотанковые ракеты, а главное, заложников и захваченных плен сирийских солдат. Выход террористов был приостановлен, на что с их стороны в ответ последовал обстрел КПП на дороге Рамуси, где находились представители гуманитарных организаций. Эта провокация поставила под угрозу шанс недобитым боевикам уйти живыми из восточного Алеппо, что вылилось в перестрелки между их группировками, потерявшими единство сразу же, как поражение стало очевидным. За исключением отдельных фанатиков, подавляющее большинство из них готовы грызть друг другу глотки, за очередь выйти первыми. Пока политики вновь пытались склонить боевиков выполнять договоренности, правительственные войска не приступали к зачистке еще оставшихся под контролем экстремистов районов. А там...